Миллионы мусульман по всему миру сегодня отмечает Ураза Айд. Это один из двух главных священных праздников в исламе. Он означает окончание поста в месяц Рамадан. Чтобы совершить праздничный намаз, тысячи казахстанцев ранним утром собрались в мечетях. Нургали Карабаев расскажет подробнее. Алматинка Шахадат Бакиева с самого утра у газовой плиты. К приходу гостей женщине нужно успеть приготовить баурсаки и праздничное блюдо. Ведь стол должен быть богатым. Сегодня священный праздник для всех мусульман. Ураза Айд. Вот такой стол накрываем. Это у каждого в семье, в каждом доме такой стол богатый. За таким столом у нас двери всегда открытые. Три дня обычно празднуется этот праздник. Все приходят в гости без приглашения. У меня сегодня тоже муж-сына ушли гостить. Но не все казахстанцы пока знают о значении этого дня. Я знаю, что Айд длится три дня. И люди ходят в гости. Во время Айда люди ходят в гости друг к другу, к братьям, к сестрам. Айд объединяет всех людей. Ничего не могу сказать. Короче, миром будет. Церковь, я пойду. Ураза Айд – это священный праздник, который отмечается в честь окончания месяца Рамадана. И считается одним из двух главных торжеств в исламском мире. Мусульмане в этот день с самого утра ходят в мечеть и читают праздничную молитву. Накануне и в день Ураза Байрама собирается милостыня для нуждающихся. А отмечать праздник разговения начали еще с 624 года. В этот день очень важно совершать благодеяний, как можно больше совершать благодеяний. Поминать Аллаха, навещать наших близких, родственников, знакомых, дарить друг другу подарки. Очень важно в этот день проявить милосердие по отношению к нуждающимся, к сиротам, к неимущим. В дни Ураза Айта, которые продлятся с 17 по 19 июля, священнослужители также советуют простить тех, кто обидел вас и воздержаться от плохих поступков. Так как в Ураза Байрам многократно увеличивается не только воздаяние за добрые деяния, но и наказание за грехи. Казахстанцев с священным праздником также поздравил и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, пожелав согражданам крепкого здоровья и благополучия. Кстати, в следующем году первый день Ураза Айта выпадает на 6 июля.